Мы продолжаем наш телемарафон. Это наша победа. Это надо сберечь. Звоните нам в студию, рассказывайте истории своих родственников, благодаря которым Самара теперь претендует на почетное звание города трудовой доблести. И, конечно, присылайте нам фото тружеников военного Куйбышева. А мы продолжаем. И я рада вам сообщить, что опять в этой студии три историка. Но, правда, мы с Яном просто студенты с дипломами. А у нас в гостях человек-профессионал своего дела, профессор, доктор исторических наук Александр Иванович Черепенецкий. Здравствуйте, Александр Иванович. Добрый день. Спасибо, что пришли. Великой победой. Да, с праздником вас, с праздником. Да, с великой победой. Александр Иванович, неоднократно сегодня звучала уже ваша фамилия, на ваши труды ссылались. И в связи с какими фактами? У нас тут возник некий спор. Вот тот труд, который использовался при строительстве, в том числе энергетических объектов, тот труд, который использовался при строительстве, при заводах, которые были эвакуированы сюда, в Куйбышев. Одни историки считают, что в основном преобладал принудительный труд, труд заключенных. Другие говорят, что это было невозможно, потому что заключенных нельзя было привлекать к высококвалифицированному труду. К секретным работам. К секретным работам, опять же, да. И поэтому их труд был все-таки ограничен и преобладал труд свободных людей. Вот ваша точка зрения. Насколько я понимаю, у вас есть даже книга, посвященная этой проблеме. Да, даже две. Даже две книги, посвященные этой проблеме. То есть вы знаете историю ОТЭДО? Да. Ну, нельзя ОТЭДО знать. Ну, скажем так. ОТЭДО, как говорили мне в университете, знает только Господь Бог, а лучше из нас на четыре. Да, да. Ну вот когда мы говорим о заключенных, это прежде всего безымян лаг, мы здесь четко должны разделять две позиции. Это строительство промышленных предприятий и работа на построенных промышленных предприятиях. Заключенные использовались исключительно на строительстве. То есть если бы убрать безымян лаг, вот эти 93 тысячи в начале войны заключенных, то мы бы сложно сказать, когда бы была окончена безымянская ТЭС, когда бы были построены авиационные заводы, то есть все строительные работы лежали на заключенных. Безусловно, насыщение вот этих зданий оборудованием и работа на оборудовании сюда заключенных не подпускали. Там были эвакуированные и вольно-наемные. То есть здесь вот две совершенно, так скажем, разные области работы. И тем не менее нельзя недооценивать вклад именно этих людей, собственно говоря, в ту работу, которая была, огромную работу, которая была проведена. Конечно, конечно. Ведь первоначально создается Самар-Лаг, который должен был строить ГЭС, который в Жигулевских воротах, 37-39 год. Потом в 40-м году выходит постановление о строительстве четырех заводов авиационного профиля в Куйбышеве. Самар-Лаг переименовывается в Безымян-Лаг. И это громадный лагерь. Если мы будем говорить вообще о системе ГУЛАГа, то в Европе, в европейской части страны, это один из самых больших лагерей. Именно Безымян-Лаг. Если вот посмотреть на современную карту Куйбышева, это практически целиком советский район, промышленный район и часть Кировского района. Это огромная территория. Это громадная территория. Это фактически город в городе. Но 93 тысячи человек. Это все-таки население целого города. Да, а в 41-м еще прибывает, как они говорили, население лагеря становится 107 тысяч, потом 143 тысячи. То есть это вот громадная рабочая сила. Конечно, там надо учитывать, что приезжают и больные, истощенные, но все равно работали по 12, по 14 часов и строили, строили, строили. А все-таки среди них политические были заключенные или все-таки больше были те, которые по уголовным статьям сидели? Вот как здесь соотношение какое было? Нет, здесь посмотрите. Здесь, во-первых, это европейская часть страны. Во-вторых, лагерь с большим центром областным располагался, поэтому здесь было вот по нашим подсчетам где-то всего лишь 6% политических заключенных, где-то 9% уголовников, остальные хозяйственные статьи. То есть на самом деле это... Растратов, воровствую и так далее. То есть такой, по мнению властей, достаточно благонадежный контингент. Вот вопрос, который задавали уже многим гостям, и ваше мнение, почему все-таки Куйбышев стал запасной столицей? Почему сюда было принято решение свозить эти предприятия, сделать здесь центр связи, что весьма немаловажно? Да, да, объект номер 15. Знаменитый объект, важнейший на самом деле. Да, да, да. И почему вообще, не дай бог, если бы Москву сдали, а такие планы все-таки были предусмотрены, то почему сюда планировалось перевести правительство? Вот вы знаете, никаких документов, которые нам точно бы говорили, обсуждения в правительстве, какие-то города, мы этих документов не имеем. До сих пор. До сих пор. Может быть, они есть, но... Но историки уже следующего поколения будут их изучать. Да, но попытаюсь все-таки попасть к этим документам, прорваться, так скажем. Значит, что мы знаем? Мы знаем из воспоминаний дипломатов. Значит, допустим, американское посольство идет осень, начало осени 41-го года, они уже прекрасно понимают, что будет эвакуация, но они уверены, что правительство переместится в Казань и отправляют часть своего оборудования и вещей в Казань. Другие дипломаты называют Свердловск, нынешний Екатеринбург. Куйбышев практически никто не называет. И мы можем... Это, получается, в последний момент планы поменяли, или просто разведка плохо работала? Сложно сказать. Я думаю, что все-таки, когда обсуждался этот вопрос, куда переводить запасную столицу, то руководствовались... Ну, я думаю, мы можем с достаточной уверенностью говорить, с какими соображениями. Во-первых, река Волга. Куйбышев находится на левобережье Волги, и Волга – это, естественно, преграда. Конечно. Далее Куйбышев – это транспортный узел, транспортный центр. Поэтому тоже немаловажное значение. В-третьих, все-таки фронт двигается к Москве. Это буквально два-два с половиной часа полета, и оказываешься и в столице, и на фронте. То есть достаточно близко все-таки к Москве. Достаточно близко и в то же время защищенный. Это не Екатеринбург, Светловск. Да, защищенный город. Потом, конечно, я думаю, что Сталин не хотел, чтобы столица страны была в столице республики. Республики. Да, вот это для него было неприемлемо. И второе, ведь когда начали говорить об эвакуации, многие газеты писали, что правительство убежит за Урал или на Урал. А вот этого он тоже никак не хотел. То есть мы до Урала. Да, мы до Урала. И вот... Это был тоже психологический еще такой эффект, получается, да? Да, конечно. Когда выбирали Куйбыш, почему убедил? Да. Потому что ведь, скажем так, спорить с тем, что все-таки столица должна была быть здесь, если бы несчастье произошло, сложно. Ну почему? Бункер Сталина и бункер Жукова. Это два таких масштабных сооружения, на которые были потрачены гигантские ресурсы, гигантские силы и время. И, соответственно, для чего-то их возводили. Но это уже когда сюда столица была переведена, их начинают возводить. Потому что сложно же было сказать... Так она все-таки была переведена? Документ. Вот подготовлен документ. В таком случае вопрос логичный появляется. Да. Значит, документ подготовлен. Он без названия. Это сейчас документ опубликован. Рукой Сталина написано. Об эвакуации столицы из Москвы. Так. А какого дата документа? 15 октября 1941 года. А дальше пошли уже постановления, где написано, что правительство, дипломатический корпус эвакуируется в Куйбышев. Но там еще один город фигурирует. Арзамас, куда должен был переехать генеральный штаб. И первоначально планировалось строительство бункера именно в Арзамасе. Но воспоминания Серова. Он пишет, что Сталин категорически запретил строить бункер в Арзамасе. Хотя уже началось строительство. И он ничего не пишет о бункере в Куйбышеве. Ну, безусловно, Сталин знал, что здесь бункер строится. Конечно. Не могли не доложить об этом. И понятно, что никаких запретов, ничего не было. Бункер строился. Так вот, вопрос, который очень любят журналисты. И мы уже его задавали предыдущим экспертам-историкам. И не один раз. И не один раз. Теперь зададим еще и вам. Потому что любопытно узнать ваше мнение. Был Сталин в Куйбышеве или не был Сталин в Куйбышеве? Не был. Почти гамлетовский вопрос. Не был Сталин в Куйбышеве. Прямо четко и однозначно. Вот это первое лицо государства. Есть журнал приема посетителей Иосифа Виссарионовича Сталина. В этом журнале есть один пробел, который относится к 43-му году, когда Сталин никого несколько дней не принимал. Но сейчас мы совершенно точно знаем, что это был единственный выезд нашего главнокомандующего на фронт. Он поехал на Калининский фронт, чтобы собственноручно оценить обстановку и так далее. Дальше никаких прогалов нет. Он каждый день кого-то принимал и причем принимал в течение дня. Ну вот я не верю в такую фальсификацию, что вот он уехал, а в журнале вот начали писать. Он на это упомянул. Ради чего, собственно говоря? Да, ради чего? Вы даже не собирались обнародовать, собственно говоря. Абсолютно, абсолютно нет. Поэтому я считаю, что его не было. Конечно, хочется сказать, что он у нас был. Хочется верить в это, но, к сожалению, нет. Не, скажем так, красивая легенда. Да, конечно. Мне подскажут, что у нас есть звонок. Давайте надолго прервемся и выслушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте и представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте, вы в эфире. Вы меня слышите, да? Да, мы вас слышим. Мы великолепно вас слышим, да. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Светлана Степановна. Очень приятно, Светлана Степановна. С праздником вас. Спасибо. Я тоже хочу вас поздравить с праздником Великой Победы. Я, правда, росла в мирное время, но моя мама, когда ей было 38 лет, она работала на авиационном заводе. Вот я не знаю только на каком. Только помню из ее рассказа, что они, бригада женщин и девочек там обшивали рули штурмовикам, штурмовиков, самолетов обшивали рули. Очень интересная деталь. А что еще она рассказывала про то время? Вот. Рассказывала она, что ходили очень далеко. Транспорта не было. Новоземянку туда, куда эвакуированы были эти заводы или построены. И ночью работали сутками, и день, и ночь, и день, и ночь. Выходных у них и не было. И очень трудно было добираться до работы и идти домой обратно с работы. Но ее, даже в такое тяжелое время, ее премировали, премии давали. Давали премию тканью. Как интересно, какая деталь. Правда, они были и не родные дети, но она их с детства, с младенчества растила. Она их этой тканью обшивала, платьишки им шила и все, одежду шила. Но работала она 1941-1942 год. И были даже такие у нее вылеты были. Говорили Елене Матвеевне, так как она передовая работница была, Елена Матвеевна полетит сегодня над Самарой. Проверка штурмовика. И они облетали над городом, как бы проверяли ход самолета. И пришлось ей, конечно, до конца войны не работать. Родилась я в 1943 году. Ей пришлось из завода уйти. Одна реликвия осталась у нас. Какая? Расскажите. Это фотография. Она тайком ее, так сказать, украла, утащила. С датки почета. Там, где она была. Елена Матвеевна Быкова. Издатки почета. Очень такая интересная фотография. Берет прям современный. Вот. Я вот не налюбуюсь на нее. Светлана Степановна, мы бы тоже хотели полюбоваться на эту фотографию. Мы сейчас как раз собираем такие фотографии. Фотографии куйбышевцев, которые трудились в годы войны. И будем вам очень благодарны, если вы найдете возможность нам как-то ее перефотографировать и прислать с помощью наших страничек в социальных сетях. Мы обязательно ее покажем и расскажем историю вашей мамы. Покажем, как она выглядела. А потом, вы знаете, она работала в детском доме, который до сих пор обрушенное здание стоит на улице Красноармейской Буянова. Вот этот дом был, детский дом. Он до сих пор стоит, но он весь разрушенный. Там жили дети-сироты войны. И дети шло... Это не здание Красного Кристалла? Это не здание Красного Кристалла, я не хочу понять. Нет, нет, нет. Это рабочая и Красноармейская. Ой, Буянова, простите. Буянова и Красноармейская. Напротив Бенсколонки почти. Мы там и жили в этом дворе. Духа-тажный зеленый дом. Духа-тажный зеленый дом. И вот до сих пор этот дом стоит, мне напоминает мое детство. Но он весь разрушенный. После пожара. Там много было детей-сироты. Я росла вместе с ними. Светлана Степановна, а... 18 лет я там росла. В этом вот детском доме. Потом была там художественная школа. Светлана Степановна, спасибо вам большое за то, что вы позвонили нам. Спасибо, что поделились этой историей. Мы ждем от вас фотографию, ту самую, которую ваша мама, как вы сказали, утащила с завода, с доски почета. Где у нее красивый берет. Я считаю, что ее должны увидеть все самарцы и услышать еще раз историю вашей мамы. Спасибо вам, что позвонили. С праздником вас, Светлана Степановна. С днем Победы. Спасибо вам большое. Спасибо, доброго здоровья. Всем, всем. С днем Победы вас. И вас с днем Победы. До свидания, Светлана Степановна. Александр Иванович, вот продолжая разговор. Если говорить об эвакуации заводов в Куйбышев, ведь она проходила очень по-разному. То есть кто-то приезжал со своим оборудованием, ну, с полным комплектом, так можно выразиться. А кто-то, ну, в общем, практически пустой, начинал здесь на пустом месте. Вот расскажите поподробнее. Тут даже ведь без сотрудников, я так понимаю, то здесь набирали работников. Или, скажем так, с неполным штатом. Да, ну, здесь действительно вот ситуация складывалась, что ведь эвакуация фактически начинается, ну, со второго дня войны, воскресенье. Второй день войны это понедельник, и с понедельника начинается эвакуация. Те заводы, которые, допустим, прибыли к нам из Киева, из Москвы, они практически смогли вывезти все оборудование и рабочих. Заводы из Воронеж, вот Прибалтика, они вывезли где-то, ну, 50% оборудования, все-таки смогли. А вот заводы из Белоруссии, авиационный завод из Каунаса, они только небольшую часть работников смогли вывезти. Оборудование они вообще не успели вывезти, потому что, ну, и, понятно, и Минск, и Прибалтика, очень быстрое наступление немцев, они просто не могли. И поэтому вставал еще вопрос и об оборудовании, и размещение тоже было такое же. Ведь первые авиационные заводы, вот из четырех, должны были быть сданы в декабре 41-го года. Поэтому, когда приезжали авиационные заводы, какие-то цеха были уже возведены полностью. Стены были, были крыши, и надо было только внести оборудование. У других были только, ну, допустим, пол и стены. А каких-то вообще ведь не было. Поэтому по воспоминаниям мы знаем, что делали настилы, проводили электричество и ставили станки в степи, вот на безымянке. И потом начинали строить. Хорошо, что было лето, можно было работать и одновременно возводить стены. Потому что зима-то предстояла очень суровая. Конечно, зима была страшно суровая. И здесь вот как раз такое вот соединение рабочие, эвакуированные, вольно-наемные работают на станках, а рядом заключенные возводят стены. То есть у каждого был свой участок работы. Но каждый работал, конечно, на победу. При этом многие люди, которые нам сегодня звонят, они рассказывают про то, что их мамы работали. То есть они еще, будучи девочками, получается, это было очень широко распространено. И детский труд, да, и женский труд, потому что, ну а кому еще? Ну вот две цифры, чтобы не загружать. До войны промышленность, значит, в нашей области 27% женщин, 45-й год 58% женщин. То есть это больше половины, получается? Больше половины были женщины. Плюс еще подростки, то есть где-то две трети это не мужчины. Женщины и дети. Женщины и дети, да. Все на их плечах, собственно говоря, держалось. Поэтому, так, собственно говоря, мы сегодня не слышим так много историй именно о мамах, о детях, о маленьких мальчиках. О детях, которые приходили взрослеть в 11 буквально лет. И становиться кормильцем семьи, что, кстати, характерно, потому что кроме него были еще младшие братья и сестры. Он получал деньги, он их кормил. Да. Мне сейчас подсказывают, что у нас готово включение еще с одного объекта, очень важного для Самары, Тарг Победы. Она находится, напомню, на проспекте юных пионеров, на аллее трудовой славы. И сегодня там тоже состоялось возложение цветов. Там работал наш корреспондент Андрей Горгуленко. Я надеюсь, что сейчас мы увидим его материал. Пока, к сожалению, вынуждены мы отложить этот материал. Чуть позже мы его посмотрим, пока вас не отпускаем, Александр Иванович. Я, насколько понимаю, что заводы ведь располагались не только на Безымянке. Нет, конечно, конечно. А где еще в Самаре они сосредоточивались? Ну, в Куйбышеве будем называть. Ну, Безымянка это прежде всего. Это район, где вот была база строительства вот этих авиационных заводов, которые начались в 1940 году. И заключенные рядом. Ведь возить заключенных по городу, это была большая проблема. Занимали пустующее помещение. Мы знаем, что вот эвакуированный государственный подшипниковый завод. Это Линдов городок, это казармы. Они тоже были пустые. Это у нас, получается, район Мичурино сейчас. Да, да. Это Мичурино, Челюскинцев. Вот как раз вот этот район, там, где располагался 4-й ГПЗ, эти занимали. Потом ведь ситуация с эвакуированными заводами, она складывалась по-разному. Какие-то эвакуированные заводы объединялись и возникал новый завод. Ну, вот, например, вооруженные, оружейные заводы из Тула и Коврова. Объединяются и завод Металист. Вот его истоки появляются. Какие-то заводы, где было вывезено много оборудований работников, они начинали работать как самостоятельные предприятия 4-й ГПЗ. Мы все знаем, это же часть эвакуирована. Я правильно понимаю, что вот эти заводы, эвакуированные из других городов, они в том числе и дали название для улиц самарских. То есть очень легко запомнить Воронежская улица. Воронежская улица. Как выявилась в Самаре. Из Воронежа. Из Воронежа. Из Воронежа. Из Краснодонская улица. Из Краснодонска, соответственно. У меня сейчас подсказывают, что там пришел звонок, ненадолго опять прервемся. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте, поздравляю всех с Днем Победы. Хотела бы рассказать про своего дедушку. А сначала расскажите, пожалуйста, как вас зовут. Меня зовут Анна. Очень приятно. Мы тоже вас поздравляем с Днем Великой Победы. Слушаем историю про вашего дедушку. Моего дедушку зовут Гизберг Владимир Абрамович. Он 27-го года рождения. Он до сих пор жив. Дай бог ему долгих лет жизни. Передайте, пожалуйста, от нас всех. От нас поздравления ему. От нас поздравления. Обязательно. Недавно он принимал поздравления от администрации районной. Получил медаль и продуктовый набор от администрации. Поэтому спасибо большое. Ему еще так передадим. Дедушку в 14 лет забрали техникум авиационного. И он встал в 14 лет к станку завода имени Фрунзе. Ну, тогда это был 24-й завод. 24-й завод, да. И днями начальник стоял перед станками у станков, стоя на табуретке, потому что не доставал до самого станка с пола. И работал на этом заводе до 66-ти лет. Ушел на табуретку уже начальником производства. Однако карьера какая? Да. Удивительная история. Пожалуйста. Дедушка очень веселый, любит петь, очень много читает. Жалко, что сейчас мы не можем послушать, как он поет. Жалко, что мы не можем послушать, поставить его в прямой эфир. А еще у него трое правнуков. Вот так. Вообще, какой молодец. Какая удивительная, насыщенная жизнь. А как вы поздравляете дедушку? Вот, например, 9 мая. Ну, сейчас, понятно, сейчас режим самоизоляции, сейчас нельзя. Сейчас по телефону, к сожалению, да. А в обычные дни? Давай скажем, увидела скрытку. Молодцы. А в обычное время у вас принято вообще собираться и поздравлять, вот, скажем так, вашего главного, так сказать, главу вашего семейства? Мы стараемся приезжать в гости, поздравлять, конечно, вместе с детьми. Анна, мы вас просим, пожалуйста, пришлите нам фотографию вашего дедушки. Обязательно. Тем более ценно, что он до сих пор с нами. Что он радует вас, трех правнуков. Может рассказать им какие-то удивительные истории. Научить их, в общем-то, какими-то правильными вещами. Как можно жить, на самом деле. Пришлите нам, мы обязательно еще раз расскажем эту историю вашего дедушки. И покажем уже дальше, после 9 мая, эту фотографию в наших эфирах. О нем узнает вся Самара. Аня, а если бы он еще и воспоминания написал, был бы вообще замечательный. Профессор очень хочет воспоминаний. Мы вас можем познакомить с дедушкой и профессора. И это будет очень интересный тандем. Так что, Анна, не теряйтесь. Александр Иванович Репенецкий, профессор, доктор исторических наук, ждет, что мы можем передать контакты ваши, чтобы вы как-то связались. Потому что это очень ценно. К сожалению, великому не так мало осталось, не так много осталось таких людей. И каждый, в основе каждого драгоценный. Конечно, вот эти воспоминания. Спасибо вам, Анна. С праздником вас. Спасибо вам, все с праздником. Спасибо. Всего доброго, до свидания. Удивительная история, да? Да, и, конечно, воспоминания получить, это очень интересно было бы. Конечно. Я думаю, что Анна откликнется на этот принцип. Очень, очень, надеюсь, может быть, да, вот эта встреча, которая произошла сегодня, может быть, даст основу для какого-то нового вашего, новой вашей работы. Может быть, да. А, кстати, вот на ваш взгляд, насколько вообще вот эти воспоминания людей, которые тогда работали, они могут служить основанием для исторического исследования? Потому что ведь известная история, что два человека видят одну и ту же, ситуацию, но рассказывают ее по-разному. И вот как, скажем так, то есть это не документ. Вот как оценить объективность свидетеля? Как вы вообще это делаете? Ну, все воспоминания, они субъективны. Безусловно. Это мы прекрасно знаем, да, как историки, они все абсолютно субъективны. Но вот когда мы пишем о повседневной жизни, о той же повседневной жизни запасной столицы, эти воспоминания имеют, ну, просто неоценимую ценность. Они показывают жизнь человека. Не цифры, да? Не цифры. Цифры мы можем в архивы взять, мы можем взять из документов. А вот что чувствовал человек, как он жил, как он воспринимал действительность, это ведь только из воспоминаний. Потому что сводки, ну, есть сводки, и понятно, что и общественные... Есть газеты, конечно. Газеты, органы госбезопасности отслеживали общественные настроения. Но это вот, вы знаете, это такой моментальный срез, а тут воспоминания вот иногда они охватывают весь период войны. Это вообще замечательно. Тем более, да, и газеты, и, опять же, сводки, органы госбезопасности, это все равно некое только отражение реальности. А чтобы получить, наверное, полный спектр, полную реальность, нужно обязательно выслушать и людей, которые тогда жили. Поэтому это было бы очень ценно, если все-таки Анна с вами свяжется и поможет пообщаться с ее удивительным дедушкой. Спасибо вам большое, Александр Иванович, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за интересную содержательную беседу. Это была очень интересная беседа. Это лекция была практически... Я бы с вами продолжала говорить и говорить, но, к сожалению, время наше ограничено. Это понятно. Да, очень жалею, что вы не читали у меня лекции, а читали в другом. И читайте в другом. В университете это просто удивительно и познавательно. Еще раз вас с праздником. И вас также с праздником. Величие праздника, это не перечеркнусь, как бы там наши коллеги из-за рубежа не старались. Мы им не дадим. Не дадим. Не позволим. Не позволим.